Самара буквально кишит крысами, бьет тревогу блогер Коробка. Вчера прогулялся по городу и насчитал с дюжины упитанных здоровенных грызунов. Раньше я такого не замечал. Что же делать, восклицает автор. Есть такая проблема, согласились читатели поста. Нужно немедленно проводить дератизацию и устранять кормовую базу для крыс. То есть навести порядок вокруг мусорок. Если этого не сделать сейчас, то потом будет поздно. Ведь крысы — переносчики самых различных заболеваний, добавили они. На текущий момент читатели отметили в Самаре уже более 10 точек обитания грызунов. Блогер Жека Кусто определила 10 мест Самары, пользующихся дурной славой. Это такие места, поясняет автор, которые не стоит посещать в темное время суток. Первое место в рейтинге занял поселок Запонской. На втором — Зубчининовка. Само ее упоминание, продолжает блогер, ставит все точки над «и». Третье место за Металлургом. Это обитаемый район со старыми хрущевками и отвратным освещением. Сюда порой не доедешь и посреди дня, отвечает автор. Далее Кусто были названы Стошка, или 116-й километр, Хладокомбинат, Юнгородок, 15-й микрорайон, Мехзавод, улица Лукачева и парк Гагарина. Самарский центр независимой экспертизы разгадал загадку египетских пирамид. Такая неожиданная информация появилась в ЖЖ московского блогера Олега Матвеичева. Можно сделать категорический вывод, написал автор, что блоки пирамид изготавливались из бетона путем отливки в опалубку. Опалубкой могли быть, например, шкуры животных, сшитых вместе, или листовой металл. Что и требовалось доказать, восклицает блогер. И никаких инопланетян, рабов и атлантов. Продолжение следует...